Добрый всем вечер. Я очень рад начать очередной встрече. Мы продолжаем нашу книгу Свята Чувы Равкуха. Сегодня у нас 15 глава, и мы подошли почти к самому концу ее. У нас 9 и 10 абзац. Я рад всех приветствовать еще раз, и давайте начнем. Сегодня начинаем более-менее вовремя, поэтому я прочитаю на еврейском и потом на русском. Добрый вечер. 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 И поскольку чувствует, что ощущение греха в любом случае приходит от божественного сияния на душу, это наполняет саму идею бесконечной радостью и величием. И благородное ликование радости возрастает вместе с унынием сердца души, стоящей на ступени покаяния. Покаяние таким образом приводит к индивидуальному искуплению. Из растущей в него божественной ясности человек искупается от всякого рабства чужих сил, господствующих над ним, а общественность в целом, будучи готовы почувствовать идею покаяния, тут же искупается в потоке божественного света, стоящегося на ее вместе с идеей покаяния. По поверхностному прочтению, по крайней мере, мы имеем несколько удивительных вещей и также этот отрывок немножечко выглядит не связанным, не до конца понятно, как каждая часть связана с другими. Я сейчас попытаюсь в меру своего понимания объяснить. Идея покаяния, которая всегда присутствует в человеке, является основой всех возглашенных достоинств. Ну, давайте смотреть, почему. В общем-то, ответа не будет практически до самого конца нашего отрывка. Это у нас как бы затравка, это вопрос, который поднимает, это наша текутерет, это заглавие, на которое ответ будет, насколько я понимаю, ближе к концу. Печальная мысль, возникающая из связи с глубиной покаяния, есть источник радости. Это у нас Раф Кук в его великолепии. Всегда что-то нехорошее, больное, то, что причиняет боль, неприятное. Он показывает, что если это относится к стороне света, скажем это так, это само по себе приносит радость. Пока это предложение непонятное и противоречивое, сейчас его Раф начнет объяснять. Это тоже у нас подзаголовок, и поэтому, чтобы его понять, нужно опять-таки продвинуться немножко дальше. А теперь мы начинаем сейчас попытку объяснить, почему печальная мысль, возникающая из связи с глубиной покаяния, есть источник радости. Ну, это либо реши, либо это печальная мысль, либо это источник радости. Нет, у нас печальная мысль будет источником радости. Ну, давайте смотреть. Итак, теперь у нас начинается вот наше изложение идей. Основная условка покаяния – это осознание высшего совершенства божественного. И отсюда грехи выделяются очень сильно. Ну, во-первых, это уже достаточно интересная и новая идея. Мы думали, что основная основка покаяния – это понять, что ты там что-то сделал неправильно, раскаяться, принять на себя, что ты так не будешь делать. Какие-то еще там вещи из того, что нужно делать, когда человек раскаивается. Раф нам указывает на немножко другую, в другом направлении. Говорит, мы можем прийти как основное действительное положение раскаяния таким образом. Мы обращаем внимание на бесконечное божественное совершенство. И когда мы сосредоточены на этом, наши грехи, они оттеняются. Да, как будто вот у нас есть какой-то там был. Темный угол, пока он темный, там все в порядке. А когда мы включаем свет, опа-ля, а на полу-то пятна, когда ощущение было там, не знаю, слабой лампочкой, было вроде ничего. Но когда мы включили яркий свет, то все, что, вся грязь, она этим светом получается сильно оттенена. Она получается констрастный очень. И она сразу выпукло выступает. Прошу прощения. Я поставил мои грехи перед тобой, и мою тайну к свету лица твоего. Хорошо. Соответственно, когда грехи ощущаются, это у нас получается, конечно, печальная мысль. Мне приятно, когда, по крайней мере, я сам вижу свои грехи более четко, чем привык. Хорошо. Что дальше? И поскольку чувствуют, что ощущение греха в любом случае происходит от божественного сияния на душу. Это наполняет саму идею бесконечной радостью величия. Благородное ликование радости возрастает вместе с унынием сердца души, стоящей на ступени покаяния. Давайте разрежем это предложение на первая половина и вторая. Поскольку есть ощущение, что... И какая причина того, что я сейчас стал так вот... Что мои грехи так выделились, что я стал на них обращать внимание. То, что я сосредоточился на божественном величии. То есть, в общем-то, я получил какой-то божественный отблик на свою душу. Моя душа воспринимает божественную годность. Хорошо, это здорово. Ведь меня наполняет саму идею бесконечной радостью величию. И благородное ликование радости возрастает вместе с унынием сердца души, стоящей на ступени покаяния. Откуда это уныние? Уныние у нас от того, что я обращаю внимание, что у меня есть грехи. Радость бесконечная от того, что я обращаю внимание на то, что я обращаю внимание на грехи из-за божественного света, который возливается на собственную душу. И вот таким образом мы отвечаем на видение, которое Раф нам сделал. Вот оно было второе предложение. Печальная мысль. Возникающие связи с глубиной покаяния есть источник радости. Это именно вторая половина нашего предложения. И благородное ликование радости возрастает вместе с унынием сердца души, стоящей на ступени покаяния. Разумеется, объясняет, каким образом это происходит. Это не просто так. Какая-то мистика Раф нам объясняет процесс. Хорошо. Теперь, недостаточно. Сейчас мы этот процесс повторим еще раз. Первое предложение – вступление. Второе предложение – его раскрытие. Покаяние таким образом приводит к индивидуальному иступлению. Приводит к индивидуальному. Искуплению. Избавлению. Освобождению. К индивидуальному освобождению. Это геула. Это свободе. Свободе индивидуально. Из растущей в него божественной ясности человек искупается от всякого рабства чуждых сил, господствующих на вид. Этот же самый божественный свет, который возливается на мою душу, который, в общем-то, я сам привел, он меня освобождает от рабства всего чуждого. От государства, от господства, человек искупается от всякого рабства чуждых сил. Человек очень часто сам по слабости, по каким-то еще причинам становится рабом каких-то чуждых сил, которые, в общем-то, не совсем находят отклик в его сердце, в его душе. Но как бы, вот он уже там, и это уже привычное для его состояния. Божественный свет, чуголь, связанный с чуголь, он таким образом освобождает человека от этого рабства. От всякого рабства чуждых сил, господствующих на вид. А общность в целом, будучи готовы почувствовать идею покаяния, тут же искупается в потоке божественного света, струящегося на нее вместе с идеей покаяния. Во-первых, эту половину предложения мы можем оставить в покое и сказать, что я ее не понимаю. Потому что не факт, что я ее понимаю или понимаю правильно. Во-вторых, мы можем попробовать ее объяснить. Но это самое, это объяснение будет, как тут на иврите, по-самому, с ограниченной охлотой. Давайте попробуем. Может быть, имеется в виду такая, что у нас есть разница между тем, как делает человек и общество. Человеку нужно пройти, кроме самой чувы, ему нужно искупить грех, ему нужно пройти искупление, ему нужно... У него это разделено на три этапа, по крайней мере. Осознание того, что я сделал неверно, расплатиться по счетам, возместить ущерб, который я причинил и так далее. И, значит, принять там на будущее и, соответственно, я, значит, у меня есть тв, галочка сделана от шума. Видимо, в обществе это происходит быстрее и проще. Если общество, как общество, готово почувствовать идею покаяния, тут же она искупается в потоке божественного света, не нужно дополнительных вещей, которые нам нужны для личной шумы. Это я, в общем-то, взял не отсюда, а из других мест. А какие-то места я не понял. У Раба, конечно. Но, по-моему, где-то в других местах Рабам объясняет про разницу между личной и общественной. Это то, что я могу предложить. На этом я остановлюсь и, как у нас положено, предложу вам отнестись ко всему сказанному. Кто, пожалуйста, хочет что-то, ну, отнестись, сказать, какие у него это называют ощущения, какие навевают идеи, мысли и так далее. Если кто-то хочет, конечно, пожалуйста. Меня вообще слышно? Тихо слышно у меня в уроке сегодня. Нет смелых. Ладно. Да, вас прекрасно слышно. Ну, тут, на самом деле, Раф Пановой нам объясняет, насколько хорошо одно намерение, одно стремление к тому, чтобы понести покаяние. Что оно уже, вот сама эта идея, она освящена божественным светом. И поэтому помощь в любом случае будет. Опять некое преободрение такое. Я так восприняла этот отрывок. Очень хорошо, да. То есть я это воспринимаю, как что сама неприятная идея о том, что у меня есть грехи, вот они, я на них раньше внимания не обращал, я не думал, что я чистенький, оказывается, я грязненький. Сама эта неприятная идея, Раф Пановой переворачивает так, что правильно, что она неприятная, но ее другая сторона – это большая-большая радость. А чего это ты обратил внимание, что не такой чистый? Потому что стал ближе к Богу, дорогой. Такая, это уже хорошо. Это не только уже хорошо, это очень хорошо. За то, что мы стремимся, так что это, давай вперед. Спасибо большое, Виктория, отлично. Хорошо. Тогда мы продолжим к следующему отрывку. Он потрясающий. Я его обожаю. И он немножко такой, как я говорю, немножко пихает слишком больших этих самых доз. Слишком сильно религиозно, что он немножко пихает. Ну, посмотрим. Давайте, значит, сейчас наш десятый отрывочек также прочитаем. Иврит – русский, а потом объяснение. Хорошо. Кто-то, чтобы не знал, добрый вечер. Итак. Как шуми отмахута, нишами отмахута, нишами отмахута, Субтитры создавал DimaTorzok которое взрослое, и characterizedye loro улучшения и доконаватся grows promptly отравиться «説о blircha» kinda что diagnose сам Password Иса История История Аág Ищет человеку ищет человеку ищет человеку. Ищет человеку 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 ищет человеку. Давайте пока посмотрим перед. Когда забывают сущные собственные души, когда отвлекают внимание от внутренней жизни самого себя, все становится спутанным и сомнительным. И первое, главное покаяние, которое сразу же освещает мрад, это когда человек возвращается к своему себе, к корну своей души и сразу возвращается к Богу в душе всех душ и идет и шагает вверх к святости и чистоте. И это правильно действует как для длинного человека, так и для целого народа, и для всего человечества, и для исправления всего творения, грех которого всегда происходит от того, что оно забывает само себя. И если оно говорит, что желает вернуться к Богу, но само себя не намеревается собрать своих рассеянных, это обманчивое покаяние, которое напрасно несет имя Бога. Поэтому только в великой правде покаяние к самому себе вернет и человек, и народ, мир и все миры, все творение к своему Творцу, к свете истинной жизни. Это тайна света Мессии, явление души мира, в котором, осветив мир, он вернется к истоку Творения, и свет Бога на нем откроется. Из этого великого источника покаяния подчеркнет человек святую жизнь истинного покаяния. И так. Ну давайте. Когда забывают сущность внутренней души, сущность собственной души, когда откликают внимание от внутренней жизни самого себя, все становится вскутанным и сомнительным. То есть Раф нам говорит однозначно о том, что главное направление дшины – это вернуться к себе. Во-первых, уже после этого было, и ни в коем случае не наоборот. Что такое вернуться к себе? Это взять себя любимого и посмотреть. Дорогой мой любимый, кто ты? Чего ты хочешь? Чего тебе надо? К чему ты стремишься? Чего ты желаешь? Чего ты не хочешь? Представь, что у тебя есть, не знаю, восемь миллиардов. Чего ты с ними будешь делать? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Кто ты, где ты? И как? Забыть на это время, что есть гиена огненная? Или там, или там это самое, или там как-то гиеном есть. Рай в ад. Нету наказания. Нету наград. У тебя есть все возможности претворить в жизни все, что хочешь. Кто ты? Что ты? Зачем ты? Как ты? Я этого не говорил, но давайте. Забудь про Бога. Забудь про все. Посмотри на себя. Вернись к себе. Забудь про то, что должно быть общество, что должно быть семье, что должно быть человечество, что должно быть не такому. Посмотри сперва, что должно быть себе. Где ты, что ты, что ты хочешь? Кто ты? И это вроде бы, по крайней мере, на сегодня так принято, такой подход, это именно нерелигиозный подход. Ну, по крайней мере, не знаю, по крайней мере, так мне кажется, или по крайней мере, так, что называется, так вот, распространенное мнение, что первым делом займись собой, первым делом посмотри, что, что ты, кто ты, и что тебе нужно, это подход достаточно далекий от нерелигиозного подхода к служению Творцу и Творцу. Но вам говорит. И сразу возвращается к Богу. К душе всех душ. Вернувшись к собственной душе, ты сможешь вернуться к душе всех душ. Но не наоборот. И только когда ты вернешься к самому себе, ты сможешь вернуться к Богу. И наоборот, сразу же ты это сделаешь. И будешь идти, шагать вверх, светоте и чистоте. И это правило действует как для отдельного человека, так и для целого народа. Теперь Урала тут четыре этажа, да? Для отдельного человека раз. Для целого народа два. Для всего человечества три. И для исправления всего творения четыре. У нас есть четыре уровня. Когда человек хочет сделать душу, ему нужно вернуться к своему себе. Когда народ хочет сделать душу, первым делом ему нужно вернуться к самому себе. Когда все человечество хочет сделать душу, когда все сущее хочет сделать душу. Четыре уровня. Первым делом возвращение к самому себе. Грех творения. Ну и я понимаю, всего остального, что под ним. Всегда происходит от того, что он выбывается на русле. Когда мы грешим, как люди, как народ. Как человечество, как мироздание. Именно когда мы забываем, кто мы, что мы и зачем мы. По отношению к самому себе. Ни к Богу, ни к обществу, ни к семье. Ни к чему-то внешнему. Что в том, что очень близко. Когда мы забываем, кто мы и что мы, вернуться к себе. Вот тогда, оказывается, мы даем место для греха. Забыв себя, забывшись от себя, мы позволяем себе грешить. И это тайна света Машеиха. Что это? Может быть, идея о том, что грех – это всегда производное забывание самого себя. А может быть, что-то еще из того, что здесь было сказано. Являя души мира, в котором, освятив мир, он вернется к истопотворению, и свет Бога в нем откроется. Во всем мире откроется свет Бога после того, как он вернется к самому себе. Вот тогда он сможет вернуться к Богу. Из этого великого источника покаяния почерпает человек святую жизнь истинного покаяния. Теперь, что мне здесь кажется, по крайней мере, при поверхностном взгляде, противоречит к предыдущему отрывку. Мы сказали в предыдущем отрывке, что основа чуда – это созерцание величия Бога. То есть, я сосредоточиваюсь на Боге, я думаю о Боге, я хочу вернуться к Богу, я возвращаюсь к Богу – это основа чуда. Это главная когуляция. В нашем отрывке мы говорим, дорогой, вы хочешь делать шуму, как положено? Освещенную светом машин, повышенную, все это самое. Самую лучшую? Я еще не дочитал это самое, прошу прощения. Я отрывок, конечно, не дочитал. А, я даже пропустил, я прошу прощения. Я даже пропустил. Ну, хорошо, я закончу мысль и вернусь. Я тут самую запутанную. И вроде бы это не то же самое. Здесь мы говорим, нужно вернуться к самому себе, чтобы делать шум. Там мы говорили, что из созерцания величия Бога, из этой грустной мысли у нас появляется радость, грехи оттеняются и так далее. Давайте продолжим наш переводчик. Давайте скажем в нашем отрывке, что я как-то сгущаю краску. Что на самом-то деле возвращение к себе это в религиозном смысле. Это для того, чтобы вернуться к Богу и так далее. Это вот не настолько резко, не религиозно, как я это представляю. Не получится. Потому что Рав самостоятельно эту возможность у нас зарубает. И если оно говорит, в нашем случае это все творение. Насколько я понимаю, не только все творение, но и все, что под творением. Просто все творение – это наш высший четвертый этаж. Человек тоже, и народ, и все человечество. Что желает вернуться к Богу, но само себя не намеревается собрать в своих христианах по-русски. А вернуться к себе оно не хочет. Потом. Менее интересно. Это для нерелигиозных. Для нерелигиозных важнее всего вернуться к Богу. Вернуться к себе не обязательно. Потом. Может быть. Это обманчивое покаяние. На иврите «чува тремия». Это самообман, дорогой. Это вранье. Они раскаянили. Так что я не сгустил краски. Рав имеет в виду то, что он написал. Вернуться нужно первым делом. Это обман. Обманчивое покаяние, которое напрасно несет имя Бога. Как это? Достаточно острое рассказывание. Как в афутной иврите? Шема шем решал. Это разноценно равнофас отсылает к десяти заповедям. Не неси имя Бога попросту. Вот такая вот шува вранивая. Искривленная и привратная. Она несет имя Бога в сует. То есть, Рав не приемлет этого подхода вообще никак. И следующее предложение. Если мы не поняли до конца, что Рав не это. И думаю, его объяснить с нашим большим пальцем очень хорошо. Поэтому только великий правд и покаяние к самому себе вернет человек и народы, мир и все миры, и творение к своему Творцу в свет истинной жизни. Это великая правда. Вернуться к самому себе. Как человек, как народ, как весь мир и как все мир. Все творение. Все творение. Это единственный путь. По-настоящему вернуться к Творцу. И тогда оно вернется в этой великой правде. Покаяние. Какой правде? Покаяние к самому себе. Вернет человек и народ. Мир и все миры. Все творение к своему Творцу. Цвет истинной жизни. И это тайна. Это тайна. Которую, видимо, пришли открыть. Нерелигиозные, религиозные. Света Мессии. Именно поэтому можем сказать, что мы уже во время предчети, пред, или уже во время приходения Машеэха. Мы во время. Мы в поколении Машеэх. Мы в поколении избавления. Этот свет уже раскрывается. Этот свет становится понятным. И прекращает быть великой тайной. Явление души мира, которым осветив мир, он вернется к истоку Творения. Это единственное, можно сказать, высокое понимание. Единственное, дорога к Богу. Вернись, дорогой, к самому себе. Хочешь тут на всех закрутить и сперва вернуться к Богу? Как вы говорите? Хатата. Ты промазал. А промазал на иврите, это согрешение. Вот так. И свет Бога в нем откроется. Язык на великого источника покаяния. Какого? Возвращение к самому себе. Почерпнет человек святую жизнь истинного покаяния. Как это? Спасибо, до свидания. Ну и сейчас давайте. Я дам вам возможность сказать ваше мнение. А потом попробуем посмотреть, как этот тревог соотносится с предыдущим. Окей. Пожалуйста. Кто хочет, на кого какой-то отрывок повлиять. На меня, скажем так, сильно. Как-то. Досом. Как это будет. Выпячивающегося в свою религиозность и немножко пригну. Да, Раф, шалом. И дорогие участники чата тоже здравствуйте. У меня такой вопрос. Не совсем понял. А как быть уверенным, что ты вернулся к самому себе? То есть, как это понять, что это уверенность, что это не иллюзия? Как это вернуться к себе? Окей. Значит, давайте я отвечу просто и коротко. Можно ответить по-разному. Много разных ответов. По-простому. Бог верит в человека. И мы верим в человека. Поэтому, по-простому, честно, посмотрев внутрь себя и придая каким-то выводам, нет никаких причин считать, что ты себе берешь. Да. Мы в курсе. Человек умеет обманывать других. Он умеет великолепно обманывать самого себя. Да, есть такое. Но по-простому, выше всего этого, возможность также честно посмотреть на себя. И скажем, давайте я это перефразирую наоборот. Не нужно слишком сильно себя подозревать в том, что я, как это, мишухар. То, что я подкуплен собственными страстями и так далее. Бог на меня полагается. Поэтому мне можно на себя полагаться тоже. Да, есть такое, что человек может быть подкуплен. Есть такое, что человек может сам себе мрать. Но базовый наш подход к человеку, мы на человека полагаемся верим. Человек этот взрослый, это уже не ребенок инфантильный. Он за себя отвечает. Он в порядке. Он на себя смотрит. И задает вопрос. Нигде ты согрешил. Нигде ты. Что ты хочешь? Где ты и что ты хочешь? Ответь сам себе. И мы полагаемся... То есть, самый простой ответ у меня такой. А наш взгляд базовый. Мы верим в человека. Мы верим человеку. А после этого, да, мы понимаем и знаем, что человек может сам себя намылить. И других тоже намылить очень хорошо. И так далее. Мы понимаем, что человек это существует очень сложно. Но базовый наш подход, мы верим в человека. Осознавая всю его проблематичность и всю проблематичность этого подхода тоже, тем не менее. Я бы такой ответ предложил. Если кто-то еще хочет присоединиться, я буду рад. Я скажу. Я скажу. Дело в том, что если... На самом деле в этой фразе тут вся книга, на самом деле предыдущая вся, тут она вся есть. Но если резюмировать, то ты перед кем, собственно говоря, какая перед тобой цель стоит? Ты хочешь выслужиться перед Богом? Угодить, так сказать. Значит, ты идолопоклонничаешь, дорогой. А что такое божественный свет? Я хочу избежать горячей сковородки в аду. Ой! А у нас ада нет. Вот. То есть дело тут в этом. Но если ты хочешь, что такое даже слова сами, божественный свет, они отдают покоем, теплом, радостью, да, вот сами эти слова. Значит, что ты хочешь на самом деле добиться, чтобы тебе самому было лучше, тебе самому было комфортней. Это как в психологии. Давайте вернемся, давайте осознаем сами себя и сами себя примем. И вот только тогда чува будет настоящей, потому что она тебе принесет благо в результате, тебе самому. И тогда это будет радость. А не тупое идолопоклонничество и вот это вот угождение, вот это вот. Потом пойдут аскезы, самоущемление, вот это вот все. Это все не про нас, это все к христианам. Вот. В общем, ну, я вот так поняла. Большое-большое спасибо Викторе. У меня была еще одна идея. В общем-то, в этом отрывке Рауф действительно немножко так наезжает на такой вот сильно религиозный подход, который как бы говорит, оставь сам себя и давай приближаться быстренько к Богу. Это главное. Мне кажется, Виктор, ваш вопрос, он оттуда же. Религиозный подход, да, это в христианстве, но, к сожалению, в христианстве он отсветил обратно в иудаизм тоже. На сегодня религиозный подход очень часто, он подозрительно относится к человеку. Он не очень сильно на него полагается. Он сомневается, если по-настоящему у него есть свобода выбора, свобода воли и вообще стоит ли на него полагаться. Есть этот взгляд такой, он очень сильно такой вот религиозный человек, он маленький, слабенький. И ему нужна как-то такая сильная рука. Вот мне кажется, вот как бы ваш вопрос очень хорошо со всем подачей. Мне кажется, Рафф ощущается, что у него несколько вот этот отрывок, он сейчас как-то называется, когда я вызывал как бы человека на реакцию, у меня выскочилось слово, провокативно немножко. Он не немножко провокативно, он именно против. Потому что, обратите внимание, да, Рафф недостаточным было сказать то, что он сказал. Он вернулся к этому еще раз в противоположном направлении. А если ты подумаешь, что не нужно тебе возвращаться к себе, нужно только возвращаться к Богу, то знай, что вообще имя Бога, так сказать, на твои уста вообще, ну, это самое, с грехом появилось и не так далее, да? То есть Рафф понимает, что ты провокативно, и он вообще-то плачет по поводу того, что ты провокативно, потому что, вообще-то мы оказались не там, где должны. Да, наша книга – это рот от шува. Человек занимается возвращением от своих грехов. Человек может грешить, человек грешит. И очень серьезно грешит. Но мы немножко забыли, что это не внутренний смысл человека, это не его внутренняя суть, а это что-то наносное, внешнее и легко отмывание. Да, это все сложно сказать, посмотрев на нашу там 6000-летнюю историю с его потоками крови, которая еще не закончилась. Но тем не менее, осознавая всю сложность этого подхода, это подход иудаизма. Мы верим в человека. Окей. И, соответственно, дальше. Если кто-то еще хочет, или Виктор, хотите ли вы еще какой-то вопрос задать, или более подробно расскажите? Да, 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 да. Пожалуйста. А мы можем допустить, что человек, вернувшись к себе, но осознает, что, грубо говоря, он не то, что неблагостен, а, в общем, его я, вот он вернулся к себе, и он испытывает, как вот Виктория сказала, да, спокойствие, умиротворение в плохом. Что тогда делает человеку? Плохие люди, безусловно, есть. Куча. Это да, это понятно. Но вот если плохого человека оставить, как-то наедине с самим собой спросить, оставь, кто ты, где ты, что ты хочешь, ну, насчет оправдываться. А, тетушка, а гены, а то, а сё. Может быть, что это абсолютное зло. Может человек, но это то, что Раф нам говорил и в этой книге, и в других местах, и у Рамхала я это видел, человек может, что называется, человек может уничтожить собственную душу. Есть такое время. Но нужно очень сильно постараться. Простым людям это не постараться. Это возможно. И да, та душа, которая уже во зле глубоко и долго, она прекращает ощущать покалывание совести из этого зла. Но это еще не то. Оставь человека одного наедине с самим собой. Скажи ему, кто ты? Что ты хочешь? Оставь не перед Богом, не перед обществом, не перед семьей, а перед самим собой. Я не уверен. Я не знаю, по себе не могу судить. Я не уверен, что ректор. О да, я настоящий. Это творит зло. Может быть, есть такое. Два человека номинара. Ничего не знаю. Не знаю. Я хочу сказать, Натан, что если человек осознает, что это плохое, то значит, это путь к шуле. То есть по-настоящему человек, который получает удовольствие, он не задается такими вопросами и никогда ими задаваться не будет. Он уже изначально отказался от общественного порицания, от общественных норм, вот от этого всего, что, так сказать, мешает жить. Мне наплевать на ваше мнение, я такой. То есть изначально человек не задается такими вопросами, плохо это или нет. Ему от этого хорошо и все. Ему, я думаю, что так. Для него это неплохо, потому что у него есть своя какая-то цель, которая оправдывает эти поступки перед ним, перед самим. Думаю, так. Спасибо. Сейчас секундочку. Что-то хотел. Давай-ка я попробую это формулировать, если она к нам подходит. Я не знаю, Виктор, имеет это отношение к нашей тени или нет, но я совсем недавно, когда это было, по-моему, в нашей книжке, может быть, нет, не помню, в связи с чем. Вот мы говорим про плохих людей. Есть. Давайте я это скажу, как и деться, хорошо, само по себе. Немножко другая тема, но может быть она к нашей как-то связана. Где такая? Есть критика морали. И этой критике есть место, потому что очень, и потому что иногда бывает так, что мораль у нас ассоциируется с душевной слабостью. Это, кстати, критика Ницше. И Равкук вот в этой части учения Ницше принимает благословие. Потому что душевная слабость, когда человек не может перенести боль ради своих идеалов. Давайте возьмем наш пример. Вот с нашего лектора сейчас. Меня это потрясло, но после того, как я это услышал, по травширке, кстати, то это стало мне все на свои места. Про евреев сказано, что они жалостливые или милосердные, рахманиев, да, и гумлехасадеев, рахманиев. Вот рахманут есть, рахманиев, есть рахманут. Да, вот когда жалостливость, да, это моральное качество, это одно, а когда это личное, как бы, свойство в душе, это может быть слабый в душе. Что имеется в виду? Умеется в виду, что я не могу, что я не могу, у меня не хватает сил перенести боль, сильное давление, какую-то боль. И не хватает сил, я соглашусь. Давайте возьмем пример. Больное, чем пример, но он актуальный, к великому сожалению, нашего израильского общества. Вот это вот великое милосердие, с которым мы даже кичились, заключалось в том, что всю жизнь вообще заключалась, что мы с очень большим петитом относимся к нашим похищенным, к нашим заложникам. Если нас кто-то берет заложник, мы, в общем-то, готовы встать на колени и заплатить любую цену с тем, чтобы на домах вернули. И это оказалось душевной слабостью. И это оказалось душевной слабостью. Это этот грех мы совершили в том, что называется сделка Гелада-Шалита. Тот, кто не знает, как это, в Википедии ему в помощь, у нас взяли в плен капрала Гелада-Шалита, тот же самый Хамас, с которым мы говорим сегодня. И на торгах за его освобождение мы освободили 1050, 1026, или больше тысячи террористов с кровью на руках, один из которых это Яхия Синвар, как это, тьфу, на него, который сейчас запланировал и осуществил нашу современную атаку на нас из Азы, и у нас на сегодня там больше уже сотни похищенных. И вот когда вот это милосердие слишком превращается из морального императива в душевную слабость, это вызывает оправданную критику вообще морали, которая ассоциируется с таким вот поведением. И вот то, что вы, Виктория, сказали, может быть, то, что вы, Виктор, намекнули, человек, который может сказать, а наплевать мне на то, что общество, а кто вы такие общества, чтобы мне что-то там даже морально указывать, чего делать, это может также быть источником из этого ощущения души. Если мораль это душевная слабость, я туда не хочу. Это, в общем-то, критика ничья на религии. У нас сейчас тоже критика на религию, наш абзац весь. Я не до конца уверен, что то, что я сейчас привел, это относится напрямую к нашей теме, но может быть. вот так. Хорошо. Кто-то что-то хочет еще какое-то замечание сделать? Нет, не замечание, а примеры интересные темы. Я только пришел к осознанию, что нужно тогда быть, наверное, очень, очень не спешить, очень аккуратным в раздумьях этой темы, потому что легко себя обмануть и в вопросе своего я истинного, и в принципе в вопросе о душевной ли слабости это или нет. Человек может сам себя запросто обмануть, чтобы подыграть свои выгоды, рациональный какой-то, чтобы сказать, это душевная слабость, поэтому я это не буду делать. А на деле это будет сам обман, что здесь очень-очень нужно взвешенный подход, очень глубокий. Отлично. Вот этот подход мне нравится гораздо больше. Вы этот подход мне нравится гораздо больше. Базово я понимаю, что у меня есть инструменты и возможность понять, где я, что я. А после этого я даю секундочку, давайте сделаем двойную проверку. Вдруг я сам себя обвожу вокруг пальца. Но я стою на почве того, что у меня достаточно сил, только нужно быть осторожным. Это да. Но это как бы разница для меня, да? Не водить машину совсем или водить, но осторожно. Понятно, что водить осторожно. Но не водить совсем, это вот не туда. Вот здесь то же самое. Есть возможность понять, где ты, что ты, мы полагаемся на человека. Но мы не инфантины в этом смысле. Мы не думаем, что человек тот самый розовый пони, он только хороший. Не-не-не. Он еще не здорово как плохой. Да? Но как бы как-то хорошего больше, или чуть-чуть больше, или принципиально есть. Но только разглядеть, неважно как, после того, как мы полагаемся на человека, мы вспоминаем, человек это сложно, и действительно он себя может обмануть, нужно делать это аккуратно, осторожно. это что-то я собираюсь. Хорошо, давайте я тогда завершу это так. То есть, мне нету противоречия между нашими двумя абзацами. И понятно, что настоящая чувака это вернуться к себе. И то, что я ощущаю величие Бога на своей душе, я думаю о величии Бога, это все-таки не вернуться сперва к Богу. Я рассуждаю, думаю, концентрируюсь на величии Бога. Это показывает, что-то творится со мной, я печалью и радуюсь одновременно. И даже если мы решим, что эти отрывки противоречат друг другу, ничего страшного. Ничего страшного. Наша жизнь полна противоречий, можно эти противоречия пытаться совмещать в своей душе. Иногда время для такого поведения, иногда время для такого поведения. Но вот наш отрывок, он мне кажется, фундаментальный камень. Фундаментальный камень. Мы, как религиозные, хотим вернуться к Богу, а вернуться к себе ануем. Говорит, ни в коем случае, это чува, не чува, это вообще самообман. И как это, и хула имени Бога вернуться уже к себе. Из этого совершенно сразу же ты вернешь к Богу, и это дорого. Завершающее слово, слова, замечания, кто что хочет сказать. Мне было очень приятно. Спасибо, Виктор, что присоединились к нам. Мне кажется, ваши вопросы нам очень добавили к нашему обсуждению. Вам большое спасибо за лекцию. Я из своей головы вспомнил такую фразу, с психологом это слышал. Не только внутреннее менять внешнее, но и внешнее менять внутреннее. Если понять под внутренним как тягу к Богу, то не только внутренняя тяга меняет внешнее, но и твое внешнее, вернувшись к себе, в рацио мире, тогда оно тоже изменит внешнее. Не возможно, а усилить тягу и расширить эту дорогу. Только я здесь поменяю. Только я здесь поменяю порядок. Потому что я понял из этого отрывка внутреннее это вернуться к себе. внутреннее. Еще у меня замечание к вам. Единственное, вы меня как-то сначала назвали Равом, я не Рав, я программист. А то, что выучено могу, я делюсь. До Рава у меня плыть и плыть, Рав я нет. Я не позволяю себя так называть, потому что слишком много развилось Равов, которые не Равы. вот это как это и на это я макпин, на это я спускаю. А все остальное хорошо. Отлично. Понял, принял. Хорошо, урок у нас, к сожалению, раз в две недели, соответственно, надеюсь, все будет хорошо, встретимся через две недели еще раз. Ну хорошо, тогда всем добрый вечер и сегодня ночью. Благодарю, доброй ночи вам и всем участникам. Всего ночью. Победы всем в праведных войнах. До свидания. Амин. Всем счастливо. Всего ночи. до ночи. Продолжение следует...